Уважаемые коллеги, организаторы, участники конференции «Цифровая трансформация промышленности. Тенденции, управление и стратегия». Я рада вас всех приветствовать, в первую очередь от себя лично, от руководства Российского университета бюджетного народа имени Патриса Лумумба и Высшей школы промышленной политики и предпринимательства РУДН, которых я сегодня представляю. С руководством института нас связывает достаточно продолжительное сотрудничество в научной сфере. Я надеюсь, что сегодня мы наконец оформализуем с вами, а то все-таки достаточно долгое время мы заявки на гранты пишем, статьи совместные публикуем. И я этому очень рада, потому что мы сегодня подпишем соглашение сотрудничества, потому что с глубоким уважением отношусь к руководству института и к тем научным результатам, которые вы получаете. Итак, переходя непосредственно к теме нашей сегодняшней конференции, безусловно, наверное, все мы понимаем, что на сегодняшний день сложно переоценить значимость и цифровой трансформации промышленности, и цифровой трансформации, в первую очередь, наших промышленных предприятий, потому что именно это является залогом обеспечения и технологического суверенитета, и технологической безопасности. И, как вы понимаете, это нам сегодня необходимо ввиду беспрецедентного санкционного давления, которое оказывают на нашу страну недружественные государства, и в целом глобальная, макроэкономическая и геополитическая нестабильность. Я просто хотела на самом деле показать кейс одного из наших крупнейших промышленных предприятий, партнеров. У нас очень много партнеров, с которыми мы работаем. Это холдинги госкорпорации Ростех, Роскосмос, сейчас мы начинаем работать с Росатомом, и один из партнеров – это Ороссийские космические системы, это холдинг космического приборостроения, с которым мы несколько лет назад выстраивали методологию цифровой трансформации предприятия, цифровой трансформации холдинга. Сейчас у них достигнуты уже определенные результаты, ряд технологических изменений были внедрены, а вот и пошло замечательно все как раз. Да, как раз я к этому и перехожу, в принципе. И сегодня я с вами поделюсь их опытом, потому что кейс по РКС, но методология была наша совместная. Так, это мы уже с вами прошли. Итак, речь идет о модели цифрового предприятия. В нашей идеологии модель цифрового предприятия представляла собой единую взаимосвязанную экосистему, как мы называли, экосистему цифровых сервисов. И представлялось, что данные сервисы можно укрупненно разделить на 7 групп, и что они должны в себя включать. Это в первую очередь цифровое моделирование, цифровое проектирование, испытание, то есть полностью цифровизация всех тех процессов. Это цифровое производство, качество. Все это должно быть наложено на цифровое управление ресурсами и в совокупности, а все эти цифровые сервисы должны сформировать единую цифровую систему поддержки принятия решений для руководства и для линейного топ-менеджмента. В этой идеологии сама методология построения, наверное, типовая. Я, наверное, так скажу. Может быть, да, мы речь ведем о космическом приборостроении, но, на наш взгляд, это применимо и к любой сфере высокотехнологичного производства. Итак, типовой ландшафт цифрового предприятия, безусловно, должен объединять и аккумулировать в себе ряд систем. В первую очередь, безусловно, это PLM и ERP-системы. На стадии планирования производства это МЕС-системы, и непосредственно в производстве это SCADA. Тут что хочу отметить. Ключевая роль, ну и зачастую проблемная зона формирования такого IT-ландшафта и, в принципе, единая цифровая экосистема предприятия заключается в том, что необходимо сформировать базы данных стандартизированные, чтобы был доступ к библиотекам, чтобы на каждом этапе возможно было подтягивать данные. Итак, почему именно так, да, почему мы говорим о значимости сквозного цифрового проектирования? Даже если речь идет о предприятиях с госучастием, для всех госкорпоратов, все равно ключевую роль сейчас играет потребитель, потребитель и рынок. Ведь даже государство тоже является, ну не в той или иной степени, для них это ключевой потребитель. И какой, наверное, потребность, ключевая потребность, которая есть и у нашего государства, и у потребителей рынка? Это сокращение цикла. Сейчас какой ключевой ресурс? Это в первую очередь время. Поэтому мы говорим о цифровизации процессов. При этом сокращение времени не должно вести за собой потерю какую-то качество. Поэтому речь у нас уже идет о том, чтобы прогнозировать и строить систему с встроенным качеством на всем этапе жизненного цикла производства изделий. И внедрение технологии цифрового сквозного проектирования позволяет нам более точно спрогнозировать сроки выполнения заказов. И сейчас это очень важно, особенно в контексте тех задач, которые стоят перед нашей промышленностью. Если отличиться конкретно от кейса РКС, мы говорим сейчас о спутниковом конвейере, например, который также делается на СС Решнева, тоже в Красноярске. И опять-таки все про сроки, потому что текущая геополитическая часть ситуации накладывает на нас свои ограничения. Итак, почему же было важно изначально прийти к подходу цифрового проектирования? Потому что традиционный подход, особенно в отрасли космического приборостроения, естественно, включал в себя большую долю, скажем так, и индивидуального проектирования, и ручных операций. Присутствовал значительный человеческий фактор, и все это в конечном счете выводило нас на длительный цикл испытаний и в среднем разработка одного изделия могла занимать до трех лет. Соответственно, традиционный подход не мог никаким образом удовлетворять тем требованиям, которые предъявляются сегодня к нашим промышленным производствам. Цифровой же маршрут проектирования представляет собой цепочку взаимосвязанных компонентов и блоков вплоть до цифровизации какого-то вербального технического задания до испытаний конкретных изделий. И вернемся еще к тезису про качество. Я говорила с время и качество. Это два ключевых ресурса, два ключевых фактора, которым должен удовлетворять современный конкурентоспособный производитель. При традиционном подходе у нас контрольные точки при производстве изделий находились на удалении. То есть на любом из этапов при возникновении какой-то ошибки невозможно было это вовремя проконтролировать, и либо приходилось откатываться назад значительно, либо если мы еще позже замечали, что у нас какой-то сбой произошел на каком-то этапе, можно было в принципе партию все забраковывать. Цифровое же производство, я понимаю, что мы все это тоже с вами понимаем, позволяет контролировать на каждом этапе. То есть в случае возникновения какого-то риска, ну оккупировать риски в первую очередь и оптимизировать тех процессов. Это именно то, что сейчас на самом деле внедряется в холдинге достаточно активно и есть свои результаты. Но на чем я еще хотела бы акцентировать ваше внимание, что безусловно полностью автоматизировать процессы нельзя, даже на текущем этапе развития современных технологий. Все равно остается достаточно большая доля человеческого труда. И в частности, что делают наши партнеры, и не только РКС, и Росатна внедряет, и Ростех внедряет, это ДК, это система технического зрения, так называемого машинного зрения, которое как-то происходит, когда на производственной линии устанавливаются датчики, устанавливаются камеры, которые позволяют с использованием нейросетевых алгоритмов считывать информацию, и оператор получает сигнал, что также дополняет системы автоматизированные, которые установлены на предприятии и позволяют оптимизировать тех процессов. Соответственно, в случае отклонения все это можно также достаточно быстро купировать. И, наверное, да, подытожив свое выступление с точки зрения кейса по РКС, например, конкретного, хотелось бы обобщить направление цифровой трансформации, мы их выделили в 8 блоков, по которым в случае реализации мероприятий по данным направлениям, которые заключаются в стандартизации, унификации процессов, что позволяет сокращать значительно сроки, введение сквозного цикла проектирования, современных технологий. Внедрение мероприятий по данным направлениям позволит нашим предприятиям как произвести цифровую трансформацию, так и обеспечить технологический суверенитет. Спасибо на этом за внимание. Единственное, на чем хочу я еще обратить, наверное, ваше внимание и, в принципе, всех тех коллег, которые у нас в онлайне. У нас в России достаточно много сейчас современных решений, в том числе IT-решений. Мы понимаем, что с наложением санкций, когда ушли достаточно крупные западные игроки с данного рынка, был определенный такой разрыв. Но наша промышленность выпускает достаточно хороший программный продукт, который позволяет и проектировать то, о чем я сегодня говорила. Да, это продукты Росатома, Логос, Сарус у них есть. Поэтому за нашими высокотехнологичными предприятиями будущее, и я думаю, что и нашу страну, и нашу экономику ждет успех. Ну а всем нам с вами удачи и плодотворной работы на конференции. Спасибо.